Десятки тысяч людей приняли участие в гей-параде в Тель-Авиве. Мэр города выступил с речью о гордости, равноправии, принятии и человечности. Никого не удивил, израильтяне давно привыкли. Единственное, что пока еще остается непривычным, это ортодоксальные евреи, принимающие ЛГБТ-активистов. Но и такая картина, хочется надеяться, рано или поздно станет нормой. Или вот Соединенные Штаты, там тоже прошли гей-парады, ничего из ряда вон выходящего. Только, пожалуй, Камала Харрис, первый в истории Америки действующий вице-президент, вышедший на марш. Любовь есть любовь, написано у нее на футболке. Мы понимаем важность этого движения и нашу в нем роль как лидеров. Это Франция. А на стадионе в Будапеште перед очередной игрой чемпионата Европы по футболу УЕФА разрешила вывесить радужные флаги. УЕФА очень приветствует любые подобные символы в фан-зоне. 28 июня 1969 года полиция устроила рейд в гей-баре Стоунволл-Инн в Нью-Йорке. Тогда ЛГБТ-сообщество впервые дало отпор. Так началось движение за права геев в США и во всем мире. Прошло 52 года. За это время мир многое понял. И о том, что заразиться гомосексуальностью нельзя. И о том, что стать гомосексуалом после просмотра тлетворного контента по телеку тоже нельзя. И о том, что все люди равны и каждый имеет право на счастье. Но не такова Россия, точнее российские власти и их идеология. В Москве радужный флаг в месяц гордости позволяет себе вывесить разве что американское посольство. Потому что может, в отличие от российских ге-активистов. Здание в распоряжении США. Год назад, когда на фасаде был вывешен точно такой же флаг, сенатор Пушков в приливе праведного гнева обращался к самому главе государства. Американцы работают. Американские дипломаты в этом здании работают. А флаг? Да. Ну вот, да, флаг радужный. Ну и ладно, они показали. Поэтому я на это обратил внимание. Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Ну, не страшно. Президент тогда пошутил. Ну а глава МИД Сергей Лавров совсем не шутит. Накануне он выпустил программную статью в Коммерсанте. В ней, в частности, есть такое. Я цитирую. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе». «Просвещенная Европа», конечно, в кавычках. Мы попытались найти такие школы, где Иисус прости Господи описывается как бисексуал. Обнаружили ролик в ТикТоке. «У, guess what? Иисус Христос была бисексуалом на бисексуалом». « καто он не знал. Но и что они учатся тебе. А лёгкие те же. «О, это не правда». «О, они не знали, что вы думаете, что ты не знал в школе. Почему бы ты считаешь, что Бои?» «Он стал бы бисексуалом». «Он этого не знали». «Бои он любит всех. Бои вот и особый нормально. «Бои он не знал. Бои он живут в homeless. Бои он не знал. Неужели главный российский дипломат в своих выводах опирается только на это видео? Нет, как выяснилось, все еще лучше. Официальный представитель МИД Мария Захарова в назидание удивленной прессе, в том числе и нам, выложила ссылку на заметку в религиозном издании Christian Today. Да-да, я тоже впервые слышу, но Захарова говорит, что оно вполне популярное. Тут речь о школьной постановке Шотландского профсоюза учителей, в которой Иисус представлен трансгендером. Трансгендером, не бисексуалом. Ну а к черту подробности. Одна театральная постановка в Шотландии никак не подкрепляет заявление министра о том, что в школах ряда западных стран детей убеждают. Ну вы поняли. Внешнеполитическая концепция России, судя по всему, строится вот на таких публикациях. Но продолжим изучать программную колонку Сергея Лаврова. В целом она про то, что Запад — это зло, а Россия — добро. Запад действует, цитата, «по понятиям». Снова цитата. Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах. Занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам. Конец цитаты. Но у России свой путь, и мириться с диктатом она не будет. Не обошлось, конечно, и без размышлений на тему русофобии. Политику Запада, по мнению министра, все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство. В качестве подтверждения он приводит инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые предложили лидерам стран Евросоюза пригласить Владимира Путина на саммит ЕС. Но против этой инициативы выступили страны Балтии и Польша. Об идее Берлина и Парижа поговорим отдельно, но пока резюмируем. Почему колонка главы МИД вышла именно сейчас, после встречи Путина с Байденом? Ведь сколько было сказано слов о снижении напряженности и даже об относительной нормализации отношений. Судя по всему, на Смоленской площади, а вообще-то в Кремле, недовольны тональностью американских официальных лиц и их европейских партнеров. Мол, от нас не нужно требовать, нас не стоит предупреждать, с нами нужно быть исключительно на равных. Прежняя, заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна. Тем более, что европейские столицы, уловив настроение большого брата, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать. Суть высказываний – готовы нормализовать отношения с Москвой, но сначала она должна изменить свое поведение. Понятно, что менять свое поведение Москва не будет. Но министр Лавров считает нужным подчеркнуть недовольство концентрации американцев и европейцев на правозащитной тематике. Он прямо пишет о требовании следовать западным рецептам по вопросам гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти. В общем, западные партнеры позволяют себе лишнего. В таком ключе взаимодействовать с ними не хотим. И, кстати, Лавров упоминает, что оппозиция в России, по всей видимости, имеется в виду несистемная, представляет собой, цитата, абсолютно маргинальный сегмент нашего общества. Я тут напомню, что совсем недавно, 22 июня, свою статью опубликовал начальник Лаврова, президент Путин. Это было обращение к Старому Свету с прозрачным предложением прекратить слушаться США и начать с России отношения с чистого листа. Процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. Предполагаю, что за прошедшую с момента публикации неделю в Москве не увидели никакого воодушевления президентскими предложениями. Забыть обо всем, то есть о Крыме, Донбассе, сбитом Боинге, Солсбери, Навальном, Лукашенко — сложновато. Чистых страниц не предвидится. Поэтому опытный министр иностранных дел вернулся все к тем же привычным формулировкам, все к тому же особому пути с выборами без оппозиции, средствами массовой информации без свободы слова, вечными скрепами без геев, святости семьи без закона о домашнем насилии. Мне бы хотелось, чтобы в России перестали навязывать ненависть к тем, кто в меньшинстве. Кому-то может показаться, что в Москве, Петербурге и других больших городах ЛГБТ-сообществу никто не мешает жить. Есть гей-бары, открытые гей-пары, есть публикации в прессе, есть высказывания правозащитников — их ведь никто не запрещает. Но вдумайтесь, для того, чтобы люди ничем не больные, способные любить и точно так же, как все, имеющие право на любовь, вступили в брак или завели детей, для таких простых человеческих радостей им нужно покинуть Россию. В нашей стране слишком много нежелательного. Организации, фонды, люди — целые группы людей. Это дискриминация, которая просто невозможна в здоровом, развитом обществе, там, где унижают меньшинство, никто не может быть свободным.